Всем привет! В данном видеоролике рассмотрим инструкцию о применении настойки адамового корня. Как всегда, никакой воды, только полезная информация. Поехали! Адамов корень, лопник или тамус обыкновенный, является достаточно популярным растением, используемым в народной медицине. Он применяется для лечения множества недугов. При этом, его применение уже давно доказало высокую эффективность. Это растение позволяет изготавливать различные снадобья в той или иной лекарственной форме. Тем не менее, наиболее популярным из них является настойка адамов корень. Используется в нетрадиционной медицине как болеутоляющие и кровоостанавливающие, а также как средство против кашля. Сама настойка прозрачная, темно-коричневого цвета, имеет специфический аромат. Стоит отметить, что одним из наиболее ценных качеств лекарств на основе данного растения является то, что он помогает поврежденным болезнями тканям регенерироваться. Это свойство является весьма полезным. И при терапии таких достаточно частых бытовых повреждений, как синяки, порезы и раны. Настойка адамового корня применяется при следующих недугах. Апилепсия, последствия инсульта, гипертония, болезни сердца, варикозное расширение вен и тромбофлебита, цирроз печени, язва желудка и кишечника, геморрой, водянка и асцит, тибуркулез легких, приобрит, бронхит и пневмония. Устраняет воспалительный процесс придатков и мочевого пузыря, кисты яичников, полипы матки, эндометриоз. Значительно чаще адамовый корень используют наружно, для лечения радикулитов, ревматизма, подагра и полиартрита, ишиаса, бурсита, остеохондроза, шпор на ногах, деформирующего артроза. Настойку из данного лекарственного растения используют как внутрь, так и наружно. Применение настойки внутрь. По 25 капель на 50-70 мл воды, утром и вечером, через 30 минут после еды. Курс лечения 1 месяц. 2 недели перерыв. Пройти 2-3 курса. Стоит отметить, что растения внутрь следует использовать с осторожностью, так как можно вызвать раздражение пищеварительного тракта. Завышенные дозировки средства могут спровоцировать диарею и рвоту. Что касается наружного применения, то настойкой следует натирать больные места, ушибах, растяжениях, радикулите, остеохондрозе. Растирать лучше на ночь, с последующим утеплением. Наружный настой применяют также с осторожностью, так как он может оставить на коже ожог. Прием препарата водомового корня противопоказан беременным и в период лактации, в случае индивидуальной непереносимости детям до 12 лет. Вот и подошел видеоролик к концу. Надеюсь, он был для вас полезен. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем добра!